Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Анастасия Миришкевич. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Неделя леса по-белорусски в 16 раз проходит в стране. Участие в масштабной акции на этой неделе принял руководитель региона Юрий Шулейко. Развитие цифровых сервисов и переход к так называемому умному производству. Тенденция, характерная для всего мира. Уже более 10 лет Брестский научно-технологический парк является центром притяжения для малого бизнеса и инновационных стартапов. Да здравствует его величество учитель! На Брещене подведены итоги областных этапов республиканского конкурса «Учитель года» и фестиваля «Педагогический дебют». Основа и венец нашей веры – воскресение Христово. Православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. Главное в ожидании праздника – подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресение добрыми делами. В эфире еженедельная программа «Итоги недели» говорим о главном, важном, актуальном. В Беларуси вот уже 16-й раз проходит добровольная акция «Неделя леса», в рамках которой каждый желающий может посадить деревья и сделать нашу страну еще красивее. Ее участниками становятся представители органов власти, различных служб, ведомств и организаций и просто неравнодушные граждане. Не впервые свой вклад в «зеленую кампанию» делает и глава региона Юрий Шулейко вместе с руководителями Брестского облсполкома. Подробности в первом материале программы. Глава области Юрий Шулейко на торговой площадке Брестского лесхоза впервые. Объект открылся в январе и пока является единственным в регионе. Это было сделано для населения. Ведь именно здесь продукцию деревообработки, лесовыращивания и побочного пользования можно приобрести значительно дешевле. По ценам организации изготовителей. Покупателю предложат в ассортименте имитацию бруса, вагонку, блок-хаус, наличник, декоративный посадочный материал, беседки и садовую мебель, мед, воск и многое другое. И всё это по адресу Кобринская, 53, обойдётся процентов на 20 дешевле. Следующим пунктом мероприятия стала делянка площадью в один гектар на территорию Муховецкого лесничества. Всего здесь планируется высадить более 6,5 тысяч селенцев сосны и берёзы. По уже сложившейся традиции немалый вклад в доброе дело посадки леса в период республиканской акции ежегодно вносят не только представители органов власти, различных предприятий, но и просто неравнодушные жители региона. Прещание, конечно, традиционно с 2007 года, когда вот начала объявляться неделя леса, на стране принимает участие. Статистика растёт, простые три последних года, когда в 2020 году мы садим 540 гектаров, в 2021 мы садим 600 гектаров, в этом прошлом году 22-м тоже почти под 600 гектаров. В принципе, где-то у нас 9-9,5 тысяч жителей Брестской области принимают участие в неделе леса. Высаживать лес своими руками весной на свежем воздухе в радость. Но гораздо продуктивнее это можно сделать с помощью лесопосадочной машины, которая заменяет работу 10-15 человек. Что касается этой посадочной машины, это в своём роде единственный экземпляр у нас в области. Но таких машин у нас 5. Это ещё с советских времён, они рабочие. Планируем закупаться, мы активно порядка в области ещё в этом году запланировали 6 таких лесопосадочных машин закупить. Также мы планируем закупить оборудование для ухода за лесными культурами. А что касается весеннего плана посадки в регионе, то он составляет 2600 гектаров. И в ходе республиканской акции уже высажено более полутора тысяч. Очень приятно, что наши сегодня земли не пустуют, они рационально используются. В дальнейшем мы оставляем нашему поколению самое, что здоровое есть, это, конечно, лёгкие наши страны. Поэтому все эти программы, которые у нас в стране, то, что мы сегодня и восстанавливаем лес, насаждения, это же не только мы сегодня садим, будут субботники, будут садиться у нас и декоративные растения, будут и сирени, будут и яблони, будут и каштаны, липы. Это тоже своеобразная неделя леса, только уже для украшения. А это для дальнейшего нашего сохранения лесного потенциала нашей страны. Конечно, у Брестского лесхоза хватит ресурсов для того, чтобы выполнить посадку самостоятельно. Но неделя леса организована специально для того, чтобы вовлечь в общее дело по улучшению экологии региона как можно большее количество добровольно заинтересованных людей. А потому для каждого, кто захочет посадить свое дерево, в Брестском лесхозе найдется место, инвентарь и саженцы было бы желание. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Здесь же на одной из площадок Муховецкого лесничества председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко поделился своими впечатлениями и эмоциями от послания главы государства к белорусскому народу и парламенту. Я скажу за себя как участника, не как за руководителя даже, а как за участника обращения президента. Значит, 4,5 часа на одном дыхании. Не было времени даже о чем-то подумать, поразмышлять даже. Были затронуты все вопросы, которые сегодня касаются жизнедеятельности нашей страны. От мелочи до самой глубокой политики, которая сегодня, к сожалению, развивается у наших белорусских границ. Глава государства четко указал те аспекты, те направления, где уже в том числе и руководители областей должны вместе работать со своим населением, со своим управлением, в работе дела, в работе силы. И особенно те вопросы, которые еще задавались непосредственно из зала, они позволили еще более, я скажу, круче разложить мысли президента, как действовать в данной ситуации и в политической обстановке. Поэтому это очень серьезное, считаю, и очень вовремя прошло обращение президента, для того, чтобы развеять, в первую очередь, какие-то мнения, рассуждения, чем живет Белоруссия, к чему она стремится, заявлено. Мы не хотим войны. И мы ее не начнем. Но мы, так сказать, в состоянии всегда должны быть готовности. Мы, векторы, знаем свое направление. И те мероприятия, которые сегодня проходят в нашей стране, можно сегодня продемонстрировать, что идет плановый призыв наших резервистов, которые сегодня будут просто тренироваться в течение месяца, вспоминать свои воинские специальности. Ровно через 35 дней они вернутся в свои рабочие места и дальше. Но уже с навыком, не дай бог, что-то произойдет, или придется сесть в танк или какую-то самоходную машину для защиты нашей страны. О послании президента народу и парламенту делегаты продолжат делиться мнениями. Но отметим, что те темы, которые поднял глава государства, актуальны для всех людей. Ведь основной посыл обращений – это сохранение белорусской государственности, развитие независимой и сильной страны. Вы смотрите программу «Итоги недели» на канале БукТВ. Продолжаем выпуск. Развитие цифровых сервисов и переход к так называемому «умному производству» – тенденция, характерная для всего мира. За трендами не отстает и Беларусь. В Пинске начали реализацию проекта по строительству стартовой площадки индустриального парка. Свой технопарк появится и в Барановичах. Что же касается Бреста, то нам тоже есть чем гордиться. Вот уже более 10 лет Брестский научно-технологический парк является центром притяжения для малого бизнеса и инновационных стартапов. Уже в июне здесь состоится открытие новых площадей. О том, как инновационные решения находят свое воплощение, наш корреспондент Евгения Мороз. Производственные и образовательные проекты, робототехника и цифровизация, инновации – эти, не только направления, разрабатываются резидентами Брестского научно-технологического парка. Созданный порядка 12 лет назад, он за время существования стал центром притяжения для малого бизнеса, инновационных стартапов. И у этого есть логические причины. Первое – это налогообложение. То есть, в соответствии с указом номер 1 2007 года, резиденты освобождаются от местных налогов. То есть, и от налога на прибыль они тоже освобождаются. То есть, это упрощенка. Налог на прибыль, налог на землю, налог на недвижимость, но это если они находятся в рамках этого здания. Второе – это льготная арендная ставка. Третье, что сейчас идет больше всего производственников – это мощность и центра коллективного пользования. Допустим, один из наших резидентов, вот они сейчас все съехали сюда, это по робототехнике, вот они уже одни из первых начали загружать наш лазер. Это по производству элементной базы для конвейеров, линии с использованием робототехники. Ну и, соответственно, все больше и больше и больше к нам приходят именно под оборудование, ну и для айтишников это сервер. Центр коллективного пользования по праву можно называть одной из визитных карточек, производственной составляющей технопарка. Здесь собрано уникальное оборудование, которое активно могут эксплуатировать резиденты. О каждом станке можно говорить очень долго. Это, к примеру, промышленная система для 3D-печати полимерно-песчаных форм для литья. Технология, где идет смешение песка и композитных смол. В данном случае перед вами представим станок. Это одна из инновационных разработок, которая, в принципе, у нас на всю Беларусь. Находится таких машин две. Одна находится на моторном заводе, вторая находится у нас. Моторный завод брал непосредственно под свои нужды, под свои цели и задачи. Мы же планируем работать в последующем с каждым литийным предприятием, которым будет это интересно. Сама технология достаточно хорошо распространена в Китае. Имеет большой быт в России. Планируем таким образом поднимать наших литей на производство, чтобы мы могли изготавливать различного рода вещи, такие как крышки двигателей, турбины, картеры, все остальное. Высокоточный лазер для резки металлов, листоправочный станок, термопласт-автомат. Все это создает промышленный производственный процесс полного цикла. Часть оборудования закуплена областным исполнительным комитетом. Часть благодаря реализации профильных проектов. Часть оборудования уже активно используется резидентами. Часть ждет своего времени. Так в этом цеху как раз идут пусконаладочные работы. Мы находимся в еще одном цехе центра коллективного пользования. В данном случае это зона у нас связанная непосредственно с гибкой. То есть гнуть трубы на сложные формы, сложные радиусы. Ярким примером таким будет змеевик. Профиль гиб, гнуть профиля на большие радиусы. Ну и листогиб. Листогиб такой на всю область один. Гнет сталь 26 мм на длину 4 метра. Усилие гиба 400 тонн. От производств промышленных к так называемым тихим решениям. Среди резидентов технопарка и представителей классической IT-индустрии. Среди них и компания Белоновации. В их ведении система медицинских решений. Большинство онкодиспансеров нашей страны оснащены программным обеспечением данных резидентов. Одно из направлений работы компании сейчас. Это цифровизация процессов в моргах и патологоанатомических бюро. Патоломические бюро занимаются не только хранением трупов. Они занимаются также проведением анализов, на основании которых ставятся диагнозы вроде рака, диспазии и всего прочего. То есть весь материал, который операционный, он поступает в лаборатории пока что в ручном режиме. И проводится по лаборатории в ручном режиме. То есть никакой автоматизации там особо нет. И у нас сейчас стоит задача автоматизировать этот бизнес-процесс. Начиная от направления, которое формируется на местах рабочих, операционных, учреждениях, которые проводят операции. До получения заключения этими врачами. Потому что сейчас это все происходит на бумажках и заключения порой ждутся месяцами. При этом, что проект уже пилотно реализуется в Гродненской области, есть интерес и у Брестского региона. Это будет комплексная автоматизация именно рабочих мест в самой лаборатории. Там бизнес-процесс непростой, он сложный. То есть начиная от направления самого материала, упаковки, маркировки, присваивания штрих-кодов, регистрации в этом, разделки материала, ее классификации, потом обработка его, парафинирование. Там процессов очень много. И он занимает довольно-таки длительный процесс. В нашем случае мы сейчас стараемся реализовать безбумажную технологию по проводке материала от получения его до заключения. Причем заключение мы стараемся тоже сделать с электронной цифровой подписью, чтобы оно автоматически доставлялось клиницисту, который направляет этот материал. И чтобы чем можно быстрее получить заключение уже непосредственно пациенту. Планомерная работа идет по модернизации самого технопарка. Уже в июне планируется презентация проделанных работ. В частности, это обновленные 1, 3, 8 и 2 технических этажа. Интерес у новых резидентов есть активный. Так что у Бреста есть уникальная возможность не только удерживать инновационное лидерство в республике на региональном уровне, но и развиваться и масштабироваться. Евгения Мороз, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Специально для итоговой программы. В эфире «Туги недели» говорим о главном. Брестская земля богата талантливыми людьми, среди которых немало представителей одной из самых важных и благородных профессий – педагогов. Настоящих мастеров своего дела, креативных и творческих учителей и воспитателей со всего региона чествовали в Брестском центре молодежного творчества, где были подведены итоги областных этапов республиканского конкурса «Учитель года» и фестиваля «Педагогический дебют». Людмила Лагудич стала одним из участников масштабного педагогического феста. Смотрите сюжет. Профессия педагога – первооснова и источник для всех других профессий. А личность учителя или воспитателя, его образ мудрого старшего наставника и доброго друга остаётся в памяти многих на всю жизнь. Конкурс «Учитель года» проводится один раз в четыре года и собирает лучших мастеров своего дела, для которых профессия педагога стала не только источником вдохновения, но и истинным призванием и судьбой. Принимать участие в таком конкурсе очень ответственно. Мы, учителя, все понимаем, что мы должны сами работать и знать всё только на десятку. Поэтому, в первую очередь, это педагогические компетенции по учебному предмету, это умение общаться с детьми, умение правильно, грамотно, методически выстроить урок и провести его так, чтобы это было интересно современному школьнику. Сегодня практически все учителя на высоком уровне владеют информационно-коммуникационными технологиями. Ну и самое главное, наверное, чтобы учитель мог зарядить своей позитивной энергией своих учеников. В этот день принимали поздравления учителя и воспитатели со всего Брестского региона. Каждый из них уже получил признание коллег и учеников как лучший представитель своего учреждения образования. Сумел доказать свое мастерство, креативность и любовь к профессии на районном этапе, в котором на этот раз приняло участие 640 педагогов. А победа в областном туре досталась самым талантливым и творческим участникам. Я считаю, что данный конкурс очень мотивирует, так как ты в первую очередь получаешь очень-очень много опыта, знаний, умений, которые ты, может быть, как еще молодой специалист, еще не знаешь, и ты черпаешь их от своих коллег уже более опытных. Каждому педагогу предстояло пройти через волнительные и ответственные испытания. Например, дать урок в незнакомом классе и провести творческий и увлекательный мастер-класс. Важно было не только установить контакт с учениками, донести материал в простой и понятной форме, но и показать творческий подход и проявить креативность. В областной этап прошли 48 педагогических работников. Ровно половина из них, 24, стали призерами и победителями. Сегодня, говорят, время другое, время меняется, но дети всегда остаются детьми. И поэтому в работе с детьми, конечно же, каждому педагогу необходимо подбирать тот арсенал, который в работе, который заинтересует ребенка, который привлечет его интерес к предмету, ну и будет желание работать, работать и для того, чтобы повышать свое качество здания, ну и приносить какие-то результаты. В этот день принимали заслуженные поздравления и победители областного этапа республиканского конкурса «Педагогический дебют». Дмитрий Уснарский стал лидером в номинации «Молодой учитель». Теперь он представит Брестскую область на республиканском этапе. Мне кажется, секрет нашей профессии прост – это любить детей, любить свое дело. И, конечно, это помогает и заряжает. И, наверное, и дети чувствуют эту отдачу, и коллеги видят твою мотивацию. И, конечно, этот конкурс, он для нас такой вызов для того, чтобы посмотреть на себя со стороны иногда, дать какой-то толчок новый к дальнейшему развитию. Поэтому очень полезно, что такие конкурсы для молодых учителей тоже появились в нашей стране. «Воспитать ученика – всего два слова, но за ними стоит целый мир. Истинная любовь к детям, желание расти, быть в творческом поиске и вести за собой». Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Брещенка Елена Ильинична-Дайняк сегодня отмечает красивый юбилей – столетие. Сто лет – это много или мало? Никто не знает на него ответ. Однозначно одно – встретить такой юбилей – это большое счастье. Поздравить столетнего юбиляра Елену Ильиничну и вручить новый паспорт приехали глава администрации Московского района Андрей Филанович, представители внутренних дел и территориального центра. «Дожить до 100 лет» – такое пожелание обычно звучит в адрес именинника. И у некоторых это пожелание становится реальностью. Только в Московском районе пять дам бриллиантового возраста перешагнули вековой рубеж. Сегодня к ним присоединилась и Елена Ильинична-Дайняк. Сто лет – какой красивый юбилей! Бабушка родилась в Ацеевском районе, в деревне Воля. Семья у них была большая – пять человек детей. Уже все умерли, она вот последняя осталась. Только у нее брат в Польше погиб в войну один. Ну, потом она замуж вышла и уехала муж военный на север служить в Лабытнанге, Чеменская область. И уже когда муж отслужил, они приехали в Брест. И ему дали квартиру как военному вот эту. Она работала на фабрике сувениров до пенсии, а потом после пенсии работала. Она вела здоровый образ жизни, так что заботилась о себе. Мы помогали всегда ей. Я благодарна, что уделяю таким старикам внимание. Это очень хорошее мероприятие, очень хорошее. И я считаю, что уважение старикам – это великое дело. Потому что не так часто у нас старики доживают до 100 лет. В гостеприимной квартирке Елены Ильиничной собрались гости. Каждый спешил поздравить ее с праздником. В столетние юбилеи пришли и Андрей Филанович, глава администрации Московского района города Бреста и сотрудник УВД и представитель территориального центра. Поздравляем вас с днем рождения. Спасибо вам за то, что вы тоже в таком тяжелом жили, трудились на благо нашей Родины. Поэтому примите от нас небольшие подарки, а в первую очередь цветы. 100 лет – это не просто долгий жизненный путь. Это еще огромная мудрость, опыт, сила духа. Не зря говорят, жизнь прожить – не поле перейти. А прожить жизнь длиною в 100 лет. Приятный момент. По случаю юбилея именинницы вручили новый паспорт. Это ведь 100 лет – хороший повод, чтобы его поменять. Елена Ильинична, разрешите вам по такому поводу, по случаю вашего такого большого срока, такой даты, 100 летия, вручить вам документ, паспорт гражданина Республики Беларусь и поздравить вас с этой датой. И ждем вас в 2048 году, еще когда вы будете продлять этот паспорт. Поэтому, пожалуйста, это вам тоже документ. Вот с новой фотографией все. Каждый долгожитель Московского района ценен, важен и очень дорог. А потому со стороны города, территориального центра делается все, чтобы жизнь наших 100-летних долгожителей была комфортной и уютной. Наш территориальный центр, социально обслуживание Московского района, города Бреста, также производит обследование, оказывает различные виды помощи этим лицам при необходимости. В том числе, может быть, и сиделка. Для того, чтобы тоже была забота о этих людях, благодаря за их труд. В территориальном центре оказывается поддержка гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноким пенсионерам, одинокопроживающим. Это оказание социальных услуг на дому, услуги социального работника, услуги сиделки, услуги персональных ассистентов. Вот с 1 апреля это такая новая услуга. Оказывается также материальная помощь и средства. Фонда социальной защиты. На учете в территориальном центре состоит 2453 одиноких пенсионера, а на обслуживание именно социальной помощи на дому 497 человек на сегодняшний день находятся. И порядка 46 пенсионеров получают услуги сиделки. Пусть жизнь Елены Ильиничной протекает в забосе и опеке, а мы желаем ей крепкого здоровья. Уже завтра православные христиане будут поздравлять друг друга словами «Христос воскресе» и слышать в ответ «воистину воскресе». Наступит светлый праздник Пасхи. Сегодня же Великая Суббота. Этот день, как и страстная пятница, считается днем скорби, когда Христос еще был почившим, но после своей смерти на кресте сошел в ад. Для того, чтобы освободить томящиеся души. Традиционно верующие молятся в храмах, заканчивают приготовление к празднику, а также идут освящать пасхальную трапезу. Как брещане встречают светлый праздник Пасхи, расскажут наши корреспонденты. В день Пасхи верующие вспоминают центральное событие всего христианского учения – воскресение Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, своей смертью Христос победил смерть. На третий день после казни Иисуса его ученики пришли к пещере, чтобы помазать тело учителя погребальными благовониями. Тогда женщины увидели, что камень сдвинут в сторону, а внутри никого нет. На выходе из пещеры женщин встретил ангел, возвестившим, что Христос воскрес. Сегодня суббота молчания. Мы с нетерпением ждем праздника Воскресения. Мы прошли время поста, время очищения. И как раз после того, как Господа распяли на кресте, как его положили во гроб, душой своей он сошел во ад для того, чтобы вывести оттуда праведника. Будем молиться сегодня, чтобы Господь сошел в сердце каждого из нас, для того, чтобы очистить это сердце, для того, чтобы мы с радостью встретили праздник Воскресения Христова. Ибо Господь нам сказал, чистей сердцем Бога узрят. Дай Бог, чтобы каждый из нас увидел в своем сердце чистоту, терпение, мудрость, любовь, уважение друг к другу. Ибо это как раз те добродетели, те качества, которыми мы должны жить и нести в свой жизненный крест. В богослужении самый главный элемент праздника. Утром в Великую Субботу читаются часы. Вечерняя соединяется с литургией святителя Василия Великого. Священнослужители заменяют постное черное облачение, которое символизирует покаяние и отречение, на белое одеяние. Белый цвет олицетворяет нетворный божественный свет, воссиявший из гроба воскресшего Спасителя. Уже завтра облачения станут красными, как символ невыразимой любви Бога к людям. Дата Пасхи каждый год разная и вычисляется по специальному календарю. Самое раннее празднование может приходиться на начало апреля по новому стилю, самое позднее – на начало мая. Торжество предваряет большая подготовительная работа. В первую очередь это Великий пост, который длится 48 дней. Первые 40 дней символизирует путешествие Спасителя по пустыне, а Страстная неделя – последние 7 дней жизни Христа. Накануне Пасхи люди пекут куличи, готовят праздничную снедь. Традиция покраски яиц – еще один обязательный символ Пасхи. Высылают к преданию о святой равноапостольной Марии Магдалине. Украшенные корзинки с провиантом приносят в храмы для освящения. Светлый праздник. Желаем всем здоровья, мира, добра. Чтобы у всех была хорошая, добрая, светлая в семье благодать. С хорошим застроением. Дай Бог, чтобы только мир был на земле и все были здоровы. Это большой праздник, чтобы мир был на земле. Мы верим и надеемся, что все будет хорошо, что дождемся следующий год, будет тоже Пасха. Но самое главное, как сейчас, как по мне, это чтобы был мир. Чтобы все было здоровье детям, здоровье, все мир на земле, чтобы все было хорошо. Вечером Великой Субботы большинство верующих людей идет в храм на всеножную пасхальную службу. Она включает в себя чтение деяний святых апостолов, пасхальную полуночницу, утреннюю крестный ход, часы и раннюю божественную литургию. Ночью мы будем молиться воскресшему Господу. Мы будем просить у Господа благословения на нашу жизнь. Мы будем просить у Господа благословения на то, чтобы в нашем государстве был мир. Чтобы люди с любовью относились друг к другу, относились бы с любовью к нашему Отечеству. Относились бы с любовью к нашей земле, относились бы с любовью к своим детям, к своим родителям. То есть, чтобы благоденствие и мир пребывали бы в сердцах каждого из нас. Поэтому я желаю, чтобы воскресший Господь воскресил наши духовные силы, которые есть в каждом из нас. Чтобы благословил нас каждый дом, наши селения, наши города, наше Отечество. Благословил бы этот мир миром, что самое главное в наше время. Миром, терпением и мудростью. С наступающим праздником Пасхи я поздравляю всех нас. И желаю, чтобы воскресший Господь пребывал бы в наших сердцах всегда или как можно дольше. С праздником Пасхи, дорогие братья и сестры. А уже в пасхальное утро православные христиане соберутся за праздничным столом, чтобы поздравить друг друга и поприветствовать Христос в воскресе. Воистину воскресе Христос. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Анастасия Милишкевич, говорю вам до встречи и как всегда. Желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин